Владимир Быков 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 Это никак не убрать из своей жизни. Почти 10 лет в должности главы города. За это время работы в муниципалитете, вспоминает Владимир Васильевич, было сделано многое. Один только вопрос с детскими садами пришлось решать не один год. В итоге в Кирове удалось вновь построить 9 садиков, еще 10 вернуть и отремонтировать. Коллеги из городской администрации уверены, такой богатый управленческий опыт и умение отлично решать поставленные задачи обязательно помогут Владимиру Быкову в ЗАГСобрании. Профессиональный, эрудированный и порядочный человек, бывший военный, генерал, настоящий генерал, человек слова. И с ним очень было просто и легко работать, потому что если мы принимаем решение, то мы знаем уже как это добиваться и для чего это нужно. И естественно он умеет, кстати, слышать мнение людей и именно волюнтаристами его никогда не назовешь. Он всегда прислушивается и естественно при командной работе получается как раз самое рациональное решение, которое можно претворять в жизни. Владимир Быков – генерал-майор. С 2001 по 2007 годы был военным комиссаром Кировской области. По долгу службы приходилось часто бывать в районах области. И эта работа помогла нынешнему председателю ЗАГСобрания полностью изучить регион. Мне моя профессия, которая была основной в жизни, конечно помогает, но я прекрасно понимаю, что работа председателя Городской думы, работа председателя ЗАГСобрания – это скорее работа именно направленная на переговоры, на нахождение тех решений, которые учтут желания не просто какой-то одной категории жителей, а многих других. Всю неделю новым составом работает Законодательное собрание области, поэтому, подчеркивает его председатель, одна из основных задач сейчас – это создать комфортные условия для сложенной работы, а дальше законотворческий процесс на благо Кировской области. Вся работа должна быть так, вот губернатор ставит задачу, правительство области вместе с Законодательным собранием решает эти задачи. Только тогда мы сможем поднять экономику нашей области, решить сложные задачи, которые сегодня перед нами стоят. Привет, Олег Градьевич. Очень приятно Вас увидеть в новой должности у нас в гостях. Мы рады, что Вы в один из первых дней своей работы нас посетили. Взаимно. Теплый прием в родных стенах. Здесь, в Институте территориального планирования, заместитель председателя областного ЗАГС Собрания Герман Гончаров отработал последние пять лет в составе Совета директоров. Кабинет многофункционален. Мы было рабочее место. Многофункционален кабинет потому, что именно здесь Герман Гончаров решал важнейшие вопросы, связанные с высокотехнологичными проектами института, а также руководил двумя общественными организациями – Вятским союзом единоборств и Фондом памяти Григория Булатова. Кстати, восстанавливает историческую справедливость Герман Анатольевич 17 лет. Благодаря его упорству имя знаменосца Григория Булатова, который водрузил знамя победы над Рейхстагом, теперь знает вся страна. В Москве на Поклонной горе открыта диорама, предназначенная этой группе разведчиков, а в Кирове установлен памятник земляку Булатову. Еще фондом учреждена медаль, которой удостоились уже больше полутора тысяч человек. А началась эта масштабная работа еще в 90-е с обычной просьбы помочь. В то время я работал первым миниципрезидентом Вятской торгово-промышленной палаты Кировской области. Подошли шестеро жителей города Слободского и попросили заняться этим делом. На то время у них были ксерокопии только двух документов. Понимания совсем не было, что пересматривать историю. Но когда обращается народ, то естественно, значит, как-то внутри себя чувствуешь, что ты не можешь отказать. Помогал кировчанам Герман Гончаров и когда был депутатом областного ЗАГС Собрания четвертого созыва, а еще раньше, когда был в городском совете народных депутатов. Поэтому сейчас, когда снова вернулся в областной парламент, четко видит цели и задачи. Первостепенно, и самое важное на сегодняшний день, это формирование бюджета на будущий год. Не будет бюджета, не будет никакой деятельности, не будет никакой социальной помощи и так далее, вытекающей из этих последствий. Я думаю, и с этой задачей мы справимся депутатским корпусом. Я буду прилагать максимум усилий для того, чтобы доверие и депутатов, и избирателей оправдать. На мой взгляд, будет он соответствовать тем ожиданиям и требованиям избирателей, которые проголосовали за него, прежде всего. И второе, мне кажется, вот те направления, которые мы вместе реализовывали в рамках развития территории, они помогут сформировать правовое поле для более эффективной, более быстрой их реализации. Что очень важно, потому что все инновации, инновации должны опираться на нормативную базу. Работа в составе депутатского корпуса уже началась. В графике Германа Гончарова в порядке очереди уже стоят и областные мероприятия, и собрание с аппаратом ЗАГС Собрания, и, конечно, решение конкретных вопросов. Я считаю, что эта должность, это не просто заместитель, заместитель места какого-то, да. Это важный функциональный элемент работы ЗАГС Собрания. Я как заместитель, я должен буду взять на себя ряд полночий, разгрузить председателя ЗАГС Собрания. Новая должность, кабинет и круг обязанностей. Лидер Общероссийского народного фронта в Кировской области Роман Титов сейчас заместитель председателя законодательного собрания региона. В первые дни работы, говорит, освоиться было несложно. Задачи новые, с задачами с прежнего места работы тесно переплетаются. Если раньше были жалобы, то сегодня это пошли предложения по внесению изменений в законодательство. Есть пересечения по тематике переселения из ветхого аварийного жилья, тема, которой мы занимались в рамках мониторинга контроля 600-го указа президента. Поэтому легко достаточно вникать в тексты законопроектов, поскольку ты уже понимаешь, как это воплощается на земле, как это реализуется в квадратных метрах, в реальных решенных проблемах людей. Поэтому мне, может быть, даже немножко проще, чем ряду коллег. И не только вопросы переселения из ветхого жилья знакомы Роману Титову. Капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт дорог, вопросы образования, здравоохранения. Любые проблемы жителей области. Все годы работы в Общероссийском народном фронте приходилось разбирать, что называется, по косточкам. И сегодня действующий депутат и заместитель председателя ЗАГС собрания не собирается прекращать сотрудничать с ОНФ. Говорит, бывших фронтовиков не бывает. Но все же основная деятельность прежде всего. Не было иллюзий, что я тут вот на коне заскочу и все поменяю. Такого быть не может. И будем работать и с фракцией «Единая Россия», и с аппаратом, и с другими фракциями. Тем более по итогам голосования меня ряд оппозиционных фракций поддержали на посту. Я это прекрасно осознаю и буду работать с ними. Я одномандатник. Я отвечаю перед избирателями, перед людьми, которые за меня голосовали, которые не голосовали за меня, но я все равно отвечаю за их территорию, поэтому проблемы будем решать. Знаю, что это человек, который всегда поступает по совести, что, как мне кажется, в законотворческой деятельности важно. Дальше это человек, который умеет договариваться с людьми, какими бы они ни были, с какими тяжелыми характерами бы ни были. Все-таки надо понимать, что ЗАГС Собрания – это люди, где собираются представители разных политических партий, у всех свое видение на решение той или иной проблемы. Вот Роман Убедович – это тот человек, который может найти путь решения, который был бы компромиссным и устроил бы все стороны. Ну и еще одно качество, которое мне кажется очень немаловажным, это то, что он обладает разносторонними знаниями в совершенно разных сферах. Эти знания проблем уверены и коллеги, и сам зампредседателя ЗАГС Собрания помогут в поиске путей решения. Отсюда и настрой на работу – боевой, причем у всех троих – председателя Владимира Быкова и его заместителей Германа Гончарова и Романа Титова. На деле в этом смогут убедиться скоро все парламентарии во время обсуждений вопросов на комитетах и пленарных заседаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова